День, прекрасная погода! И сегодня финишировал пятый этап многодневной сочинской велогонки. Мы поздравляем всех спортсменов, участников соревнований с этим событием, а также всех жителей города Сочи. Через полчаса, может быть, раньше, через 10 минут, как мне, будет церемония награждения, подготавливаются судьи. Сейчас они подсчитывают последние результаты, мы объявим их здесь, на площади перед художественным музеем. И перед тем, как мы подойдем к официальной традиционной части, небольшая культурная программа. Итак, встречайте Шатунова Азалия, лауреат международных и всероссийских конкурсов. Она поет для вас. Встречайте! Идет, идет. 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 Вот так. Идет. 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 И горе не стай, Орел будет в небе пусть, И вы проливы веры вновь. А теперь со мной, пожалуйста! Городы, собритесь, За руки возьмитесь, Пусть просветает красота, Красота! Не зная, о, не зная рад, Не зная рад и силой красота! Папа-парапа-парапа... Есть город света и мечты, в нём солнце, пальмы и цветы. Чайки летают над волной, и ласкается золотой прибор к победе. В небо в Сочи танцы кружится, и в него нельзя не влюбиться. Здесь в расслабкий сон пролетают дни. Легко счастлив в Сочи, может быть, каждый, кто сюда приехал, а каждый не забудет праздничные огни. Здесь сумрудная вода, царь всех морей спешит сюда. Все выпоются друзья, и не тут опять дарит праздник нам. В небо в Сочи танцы кружится, и в него нельзя не влюбиться. Здесь в расслабкий сон пролетают дни. Легко счастлив в Сочи, может быть, каждый, кто сюда приехал, а каждый не забудет праздничные огни. В небо вошел в Сочи Гуртинг Пара-па-паа! Под лестними небом в Сочи В танце гружится, и в него нельзя не влюбиться Здесь козла в песок пролетают дни И в очень ливом в Сочи Может быть каждый вдоль сюда приехал А каждый не забудет праздничные огни Под лестними небом в Сочи В танце гружится, и в него нельзя не влюбиться Здесь в расслабке сон пролетают дни Легко, счастливым в Сочи Может быть, каждый, кто сюда приехал Однажды не забудет праздничные одни Танцует солнце в ушах и брызгами играет Дождом умный прибор, как будто разлетает Песня взлетает жизнь, разгоняя тучи от флажна Прямо в небо летит, на бумажный воскресня Расправим он ветру, нас печет Звучит пампфе, о-о-о-о Свежий ветер путь дорогу зовет На рассвете за мечтой улетим Мы с тобой вместе Здравствуй, солнце! Здравствуй, песня отпускаем тебя По небесе о любви Будем петь мы с тобой вместе Пускай все наши сказки Бумажный змею носит Но где дорога к счастью, у неба мы не спросим Но и начнется день, куда ромать не зря никогда ем Потому что с тобою мы знаем, что к счастью дорогу отроем Мы сами на рассвете, но свежий ветер путь дорогу зовет На рассвете за мечтой улетим Мы с тобой вместе Здравствуй, солнце! Здравствуй, песня отпускаем тебя По небесе о любви Будем петь мы с тобой вместе За горизонтом где-то бумажный змей растает И в полуночном небе звездою новой станет Яким светом утро ворвется И лучом восходящего солнца Мы песню подарим И скажем мы здравствуй Здравствуй, солнце! О-о-о! Свежий ветер путь дорогу зовет На рассвете за мечтой улетим Мы с тобой вместе Здравствуй, солнце! О-о-о! Здравствуй, песня отпускаем тебя Под небесе о любви Будем петь мы с тобой вместе Здравствуй, солнце! Здравствуй, песня отпускаем тебя Сейчас в этот солнечный, теплый, весенний денек На закрытии 65-й многодневной сочинской велогонки Я приглашаю в президиум почетных гостей На сцену приглашается заместитель главы города Сочи Марина Бролюк Президент Федерации велоспорта России Трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Якимов Председатель Совета ветеранов Сочи Алексей Горбунов А также почетные гости Олимпийский чемпион Олимпиады 80 Анатолий Яркин Двухкратный победитель велогонки мира Николай Горелов Приглашаю директора Департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи Сергей Пелося Заместитель председателя городского собрания Сочи Ольгу Лют Координатора фракции КПРФ Государственной Думы Мишутина Николая Николаевича Я приглашаю на сцену И сегодня у нас торжественный день Сегодня мы завершаем велогонку сочинскую В среду мы стартовали на первом этапе И вот эти пять дней пролетели незаметно по дорогам Сочи И спасибо огромное нашим велосипедистам, которые показали свое мастерство, умение, силу И дух, дух спорта, дух мужества Несмотря на погодные условия, которые приходилось преодолевать спортсменам Они смогли это сделать, смогли преодолеть дистанцию И сегодня мы с вами действительно радуемся за этот большой праздник спорта Слово предоставляется заместителю главы города Сочи Марине Августовне Пролёк Дорогие друзья, добрый день Разрешите мне от имени главы города Сочи от себя лично поприветствовать Участников, организаторов и гостей 65-й сочинской многодневной велогонки Что хотелось бы сказать Конечно, надо упомянуть о том, что наш город сегодня динамично развивается И мы смело можем себя назвать столицей спорта, здоровья, здорового образа жизни, массовой физкультуры И нам замечательно нравятся все спортивные мероприятия, которые проходят в нашем городе Начиная от международных чемпионатов мира, Европы и так далее И заканчивая всеми нашими замечательными городскими мероприятиями Сегодня мне бы хотелось сказать еще огромное спасибо и низкий поклон нашему городскому совету ветеранов Потому что именно по его инициативе все мы вместе сделали эту велогонку символом той прежней велогонки мира Велогонки победы, которая существовала, которая была в нашем городе с 1954 года Поэтому замечательно, что мы сегодня начинаем череду наших победных мероприятий Именно с велогонки Сочинской 65-й велогонки мира Спасибо Сочинская велогонка традиционно посвящается годовщине победы в Великой Отечественной войне Я предоставляю слово председателю Совета ветеранов Сочи Алексею Карбаналу Уважаемые участники велогонки Город Сочи это город с особым духом, с осознанным задором Его климат, климатическое слово, его настрой позволил здесь Николаю Островскому написать книгу «Как закалялась сталь» Здесь дух, атмосфера этого города позволила дважды герою Советского Союза Стать летчиком, космонавтом, установить неоднократный мировой рекорд Его атмосфера позволила здесь Ганану Сосужину принять, победить, стать победителем мировой велогонки Его атмосфера позволила нам стать вообще олимпийским городом Сочи Но я хочу сказать еще следующее Что в принципе, когда переписывается история Очень важно, чтобы никто не был забыт и ничто не было забыто Вы посмотрите в условиях санкции, когда все искажается Мы проводим велогонку в момент, когда проходила берлинская наступательная операция Знаковая операция, в которой было сосредоточено около 3 миллионов человек с двух сторон Около 10 тысяч самолетов, 7,5 тысяч танков Я уже не говорю о прочих орудиях Здесь на одном из баннеров Я как раз еще и хочу подчеркнуть, что в городе Сочи проживал человек, который Рота которого Егоров Кантария выдрузили знамя над Рейстагом Это над Рейстагом Это Илья Яковлевич Янов Вот он находится тут на одном из портретов Здесь на другом портрете находится дважды герой Советского Союза Баннери, дважды герой Советского Союза Севастяна Виталий Иванович И, слава Богу, живой герой социалистического труда Хагаджеев Джонсон Талович Это тот человек, который тоже сделал многое в развитии отечественной промышленности Потому что он строил Норильский никелевый комбинат Здесь он построил комплекс Аквалаво Мы признательны, что нашу позицию поддержал и городская администрация Мы признательны тому, что поддержала нашу позицию президент велоспорта Он находится здесь, очевидно, будет перед вами Я хочу сказать, если он не будет выступать Я хочу сказать, что Якимов Вячеслав Владимирович Это человек столетия Он признан лучом, он сам о себе не скажет Я просто скажу, что он признан лучшим гонщиком 20 века Спасибо всем Я поздравляю тех, кто дошел до финиша Потому что вы победили сами себя А те, кто не дошел до финиша, пусть не отчаиваются Мы дали, эта гонка дала, по-моему, 17 олимпийских чемпионов Все, спасибо, всего доброго Спасибо большое за теплые слова Слово теперь предоставляется сочинским депутатам Я предоставляю слово заместителю председателя городского собрания Сочи Ольге Леот Дорогие друзья, примите самые искренние поздравления от депутатского корпуса В связи с завершением многодневной велогонки Сочинские депутаты всегда выступали за здоровый образ жизни За физическое совершенство За спортивное мастерство Вы даже себе не можете представить, какие вы красивые Какие вы сильные, какие вы спортивные Как приятно было видеть вас на наших сочинских дорогах Видеть, как вы соревнуетесь друг с другом Разрешите пожелать вам дальнейших спортивных успехов Здоровья Поблагодарить тренерский состав За то, что вы приняли участие в таком замечательном соревновании Поблагодарить совет ветеранов в лице Алексея Горбунова Администрацию города Марину Бролюк Департамент по физической культуре и спорта Пелосяна Сергея Какие все молодцы за то, что возродили этот прекрасный велопробег В период Олимпиады мы, к сожалению, не могли проводить это соревнование Но надеемся, что в следующем году мы многих увидим из вас на наших соревнованиях С завершением соревнований, с праздником вас, дорогие ребята Ну а сейчас, собственно, человеку-легенде слово Слово предоставляется президенту Федерации велосипедного спорта России Трехкратному олимпийскому чемпиону Вячеславу Якимову Уважаемые друзья, прежде всего я хочу поприветствовать участников соревнований Которые только что закончили это мероприятие Устали, конечно, замерзли, безусловно Поэтому продолжается ваша гонка Но такой важный момент Спасибо вам, что вы здесь и не разбежались никуда еще Поблагодарить организаторов соревнований Потому что всеми правдами, неправдами, желанием, усилием Они сохраняют проект Они вот в этом году у нас соревнование прошло, скажем, в полнофарматном масштабе То есть мы проехали городским улицам И зацепили такие ключевые моменты в Сочинском регионе, как и в Красной Поляне И, безусловно, хочу поблагодарить руководство города И руководство края, которые с пониманием относятся к нашему спорту И понимают значимость этих событий Значимость этой новогонки Ведь все-таки с 54-го года эта гонка проводилась ежедневно Кроме периода подготовки к городу Сочи к зимней Олимпиаде И все лепестки-чемпионы отечественного спорта, в том числе и я Все проходили через эту многодневную гонку То есть это большая гонка, имеют большие славные традиции И я, президент федерации, хочу заверить вас, что под следующий год Мы будем регистрировать эту гонку международной связи воскрестов И делать ее с международным статусом С тем, чтобы... Да, с тем, чтобы у нас было время для подготовки Потому что это большая уже ответственность И вот мы сейчас, многие из вас, ребята, поедете на 5 колец Москвы Которые у нас будут с 1 по 5 мая проходить На самом деле это большая подготовка И если вот мы сегодня, так сказать, уже ставим точки на ли А я думаю, что можно констатировать этот факт Что на следующий год эту гонку мы будем делать международную второй категорию Поэтому я хочу ребятам молодым пожелать удачи Пожелать терпения Не знаю, там, терпения в нашем спорте Потому что спорт на самом деле нелегкий Тем более в наших условиях развивается тяжело Поэтому минюры молодцы Я видел, как мы сегодня сражались с ребятами У нас даже паренек, который играл гонку Сумел объехать взрослых ребят Поэтому всем удачи И удачи еще раз Спасибо большое А сейчас представитель Государственной Думы Координатор фракции КПРФ Государственной Думы Российской Федерации Вишутин Николай Николаевич Ему слова Дорогие участники по гонке Сегодня вы все заложили основу для своих личных побед Не только на Земле Но и в космосе Один из этапов проходил в честь дважды героя Советского Союза Летчика-космонавта Виталий Иванович Севастяна Виталий Иванович Много лет работая с ним в Государственной Думе Общаясь и разговаривая А он установил рекорд по пребыванию в космосе Спрашивал А как вот было там А как после И он сказал Когда нас вынимали из космического аппарата Кальций вымывался из костей Мы не могли стоять У нас ноги гнулись Как велосипедное колесо И тогда еще врачи не знали об этом И выползать И приходить в себя И снова рваться в бой Помогала только воля Только закалка Полученная во время занятий спорта Поэтому думаю Что каждый из вас Основу для таких побед Заложил лично С удовольствием Поздравлю вас И от лица Председателя фракции КПРФ Государственной Думы Геннадия Андреевича Зюганова В далеком Уже 1954 году В Сочи прошла первая велогонка Отбор лучших гонщиков Для мировых соревнований А в 1956 Советские велосипедисты Одержали первую Из более двух десятков Мировую победу В командном зачете Советский Союз Уверенно становился Мировой велосипедной державой И имена Владимира Леонова Анны Конкиной Владимира Кузнецова Михаила Калюшева И других Вписаны золотыми буквами В историю советского И мирового велоспорта Сочинская велогонка За прошедшие 65 лет По своему значению Давно уже стала Не только главными Соревнованиями спортсменов Но и культурным наследием Нашей страны Пропагандой не только Спортивных рекордов Но и здорового Экологичного образа жизни Не зря Лев Толстой Так любил велопрогулки И увлекал людей Своим примером От всей души Желаю нашим гонщикам Успехов Новых побед И рекордов Велоспорту Процветания А другу человека Велосипеду Бесконечного развития И совершенства Геннадий Зюганов Спасибо Спасибо большое За теплые слова Мы благодарим всех Почетных гостей И я прошу остаться Для церемонии Награждения Несколько человек Естественно Президента Федерации велосипедного спорта Вячеслава Якимова Представителя городского собрания Заместителя Представителя городского собрания Сочи Ольгу Лиот И представителя Мэра города Сочи Пролег Марину Заместителя главы города Сочи Пролег Марину Августовну Для награждения Всех мы Под аплодисменты Провожаем Зрительный зал На площадь И сейчас начнется Церемония награждения Я напомню Что пять дней Велогонщики Боролись за победу На каждом этапе Соответственно У нас будет Пять церемоний Среди юниоров Пять церемоний Среди Мужчин Юниоры Боролись На равных С мужчинами И вот сейчас Последняя гонка Продолжается Подсчет результатов Смотрят на Время По итоговому По итоговому Времени Судили Собственно И лидера Всей Многотневки Итак Сейчас За За Третье место В групповой Гонке Сочи Веселая Роза Хутор Дистанция 104 километра За первый Этап Третье место Присуждается Представителю Ленинградской Области Кулакову Максиму Второе место Присуждается Богдану Гонсевичу Республика Крым И первое место Никита Стрелков Ленинградская Область Это первый Этап Юниоры Зависит Председателя Городского Собрания Сочи Вручает Третье место Зам Мэра Города Сочи Второе А первое место За первое место Вручает Вячеслав Егимов Аплодисменты Победителя Первого этапа Сегодня мы награждаем Победителей Первого этапа Дальше будет Мужчины Первый этап Спасибо Уже Это юниоры Друзья Это юниоры Дальше В категории Мужчины Груповая гонка Сочи Веселая Роза Хотор Дистанция 104 километра Результаты Первого этапа Третье место Занимает Зотов Евгений Самарская область Второе место Зверков Евгений Самарская область И первое место Игорь Фролов Московская область Это категория Мужчины Мы поздравляем Спортсменов Вот она память Также в церемонии награждения Принимает участие Николай Федорович Горелов Двукратный победитель гонки мира Заслуженный тренер СССР Заслуженный байстер спорта Советского Союза Кстати двукратный победитель Сочинской многодневной велогонки Второй день Второй этап Индивидуальная гонка Время на гору Ахун Дистанция 5,5 километров Результаты второго тура Итак Категории юниоры Третье место Занимает Гансевич Богдан Республика Крым Второе место Гамосков Артем Санкт-Петербург И первое место Савельев Денис Самарская область Юниоры получают свои медали Третье, второе, первое Именно Сочи стал Той самой Площадкой Той самой Трассой На которой Кокуются победы Олимпийских игр Чемпионатов мира Что там Чемпионатов мира Олимпийских игр Фото на память Спасибо спортсмены Следующая Категория мужчины Индивидуальная гонка на время Гора Ахун Дистанция 5,5 километров Результаты второго тура У мужчин Третье место Тимофей Ищерснет Московская область Второе место Сидоров Игорь Тюменская область И первое место В индивидуальной гонке На время На хору Ахун Занимает Никита Разумов Москва Тюменская область Это результаты второго дня Горного этапа Когда спортсмены в тумане Практически боролись за победу Каждый индивидуально поднимался в гору И лучший результат мы видим на пьедестале Лучшие результаты этой гонки Сидкифу доставок Какое счастье Спасибо Третий день 19 апреля Была групповая гонка Поселок Монастырь Краснополянское шоссе Поселок Монастырь Дистанция 72 километра У юниоров Это два круга по 36 километров Третье место Занял Артем Часовников Санкт-Петербург Второе место Александр Березняк Саратовская область И первое место Никита Стрелков Ленинградская область Юниоры Дистанция 72 километра Санкт-Петербург 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 И снова фото на память И вручение Даре Дипломов Спасибо Групповая гонка Категория мужчины Поселок Монастырь Краснополянское шоссе Поселок Монастырь Дистанция 144 километра Четыре круга по 36 километров Третье место Новосибирская область Еремкин Аркадий Второе место Никита Разумов Москва И первое место Занял на этом этапе Николай Журкин Тульская область Третье место Третье место Первое место Среди юниоров Занял Никита Стрелков Ленинградская область И четвертый этап Групповая гонка Адлер Веселая Молдовка Результаты четвертого этапа У мужчин Третье место Занял представитель Тюменской области Глеб Кугаевский Второе место Сергей Зацепин Москва И первое место Николай Журкин Тульская область Спасибо Ну а сейчас только что Мне принесли результаты Сегодняшнего дня Гонка на 45 километров Центр города Орджоникидзе Курортный проспект Итак Среди юниоров Третье место По итоговому результату Занимает Максим Кулаков Второе место Артем Горосков Третье Никита Стрелков Орджоникидзе Среди юниоров Третье место Орджоникидзе 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 Ор크 Орджоникидзe